Добрый вечер! Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 22 по 33, пожалуйста. Послушаем. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему, говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть или что пить, не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Коль ми паче вас, маловера. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Когда происходят эти слова Спасителя? Да, это Господь говорит своим ученикам, апостолам. И, конечно же, это в процессе Его посещения различных мест в народе израильском, в Палестине, когда Он видел, как народ живет. И вот здесь Он, видя ту суету мирскую, которой поглощен народ израильский, да и апостолов в том числе, Он эти слова им обращает, в том числе через них и для нас это слова очень важные, потому что мы, конечно же, точно так же, как и в те времена, 2000 лет назад, так и сейчас, мы суетимся, ищем, что поесть, что попить, во что одеться, где жить, где отдохнуть, в отпуск съездить. То есть все это присуще и нам, поэтому и для нас эти важны очень слова. Будем прям по фразе разбирать. Итак, светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чистое, то все тело твое будет светло. Око нам следует понимать как наш телесный глаз, да? И почему у нас два глаза, а тут одно око идет речь? Но наши телесные глаза не являются светильниками. То есть они лишь вбирают в себя свет. Здесь же Господь говорит о светильнике ока души нашей. То есть мы можем просвещать внутренним светом ту или иную область нашего знания, мировоззрения. Просвещать как? Конечно же, осознавая и понимая, рассуждая о тех или иных вещах, о том или ином событии. И, конечно же, это око, его можно назвать сознанием, его можно назвать внутренним самосозерцанием, или можно назвать его разумом человеческим, который, в общем-то, ну, они все слова в какой-то степени синонимы, но который также определяет вот это внутреннее наше естество нетелесное. И поэтому око это тоже не является телесным. Ну, как разум он не является телесным, да, таким образованием, а является духовной частью нашего естества разум, рассудительность как одна из добродетелей, то и око внутреннее, которое может нас просвещать, оно также является духовной частью нашего естества, то есть нетелесными глазами. Как оно нас просвещает? То есть нетелесными глазами понятно. Посмотрели на дно, вот мы это восприняли в себя внутрь, да, на плохое посмотрели, тоже в себя плохое приняли, а око разума? У разума есть свойство оценки. Если глаза телесные, они ничего не оценивают, они смотрят на всё одинаково, то есть всё, что перед глазами возникает, то они воспринимают и пересылают, так сказать, наше внутреннее естество в нашу душу. Как бы двери такие, или окна такие, ещё иначе так называют глаза телесные, двери души, окна души. То внутреннее око – это то, что рассудительно оценивает всё, что привносится через эти окна души, через глаза, через уши, через другие средства восприятия информации. Вот это око внутреннее, оно даёт оценку. Вот это хорошо, вот это плохо. И таким образом оно освещает тот или иной предмет, ту или иную информацию, которая входит в нашу душу. И это освещение зависит, конечно же, от самого ока, насколько оно цело, насколько оно здраво, насколько оно просветлено благодатью Божией. Иначе, если око тёмное, то есть затемнено теми или иными страстями, то, конечно же, оно не может истинно и ясно осветить то или иное событие, то или иной предмет, то или иное ситуацию, которая нам привносится через наши двери чувств души. А сами по себе наши чувства, наше тело имеют разумный такой свет, чтобы мы могли бороться с хорошим, в общем, бороться со злом и иметь себе доброе? Но телесные чувства, они не имеют такой возможности, потому что они, повторюсь, всё, что их касается, всё они пересылают в душу. То есть это всего лишь окна, через которые информация входит в нашу душу. А вот разбираться, что хорошо, что плохо, они не могут. Они просто передаточное звено. А вот то око внутреннее, о котором мы сейчас говорим, вот именно на нём и лежит ответственность разобраться. Вот это отсеять вправо, вот это влево. Вот это хорошо, вот это плохо. И это очень тонкая такая часть и очень важная часть нашего естества, о которой надо очень беспокоиться и стараться её очищать всячески. Потому что, ну, если мы будем иметь это внутреннее око, то есть сознание наше, нашу совесть нарушенными, то тогда мы обрекаем себя на ошибки, в оценке ситуаций, событий, людей, каких-то вещей и прочего. Всё, что к нам привносится извне. А есть ли какой-то шаблон истины? Да, ведь у каждого критерии оценки свои. Кому-то и грех покажет. Да, в принципе, вот весьма неплохо. Конечно же, как и любое, так сказать, освещение, оно действует в зависимости от того, к чему оно подключено. Но есть свет, допустим, свет солнечный, естественный свет, который все цвета радуги в нём содержатся. А есть свет искусственный, который может быть голубым, зелёным, красным, фиолетовым. И в зависимости от этого освещения будет тот или иной предмет освещаться и быть неестественным. Так вот, естественное освещение, только оно даёт возможность нам полностью и правильно оценить тот предмет, который перед нами находится. Ну, например, если яблоко на солнечном свете оно выглядит естественно, то в каком-нибудь фиолетовом свете оно будет совершенно выглядеть несъедобно, я бы так сказал, да? Или в ядовито-жёлтом каком-то, или зелёном, или там бордовом. То есть мы должны иметь свет естественный, свет божественный. Ну, как солнышко, это же Господь его создал. И его освещение даёт нам правильное понимание тех или иных предметов, видение их правильное. То же самое и внутреннее око, оно должно также иметь свет божественный, естественный свет, не искусственный. Потому что если мы око своё нарушаем и какое-то искусственное привносим в него освещение в той или иной ситуации, в зависимости от тех или иных событий, погашая естественный свет, а привнося искусственный, ну, допустим, вот это запрещено, скажем так, понимать, пропагандой или какими-то обстоятельствами жизни, на это нельзя смотреть. То мы начинаем своё око искривлять, внутреннее око искривлять, и оно уже будет освещать тот или иной предмет совсем неправильно, неестественным образом. И от этого мы, конечно же, истину потеряем. Мы не будем видеть то, что есть на самом деле. Это ярко видно на том, что как раз много людей, как много мнений, да, есть такая поговорка, как многие люди совершенно по-другому воспринимают одно и то же событие. И для одного это событие радостное, для другого печальное, для третьего ему всё равно равнодушно относятся к этому событию. Почему? Потому что разные освещения этого события внутренние, информационные, я бы сказал, духовные освещения его разные, а это освещение от ока зависит от внутреннего. Вот поэтому только в истинном свете, то есть когда у нас Господь в нашем оке своей благодати присутствует, только тогда мы правильно понимаем то событие, которое с нами происходит, или ту информацию, которая к нам привносится. Мы тогда правильно начинаем на неё реагировать, говоря, что это либо зло, либо это добро, либо это полезно нам, либо это нам не полезно. То есть для этого мы должны содержать в своём внутреннем оке, в сознании, в душе, в совести нашей благодать Божия. Как человек может определить, благодать ли это Божия, или это его человеческая? Но для этого, конечно же, нужен шаблон, нужна, так сказать, какая-то такая информационная линейка, по которой можно сравнить, правильно это или неправильно. И таким шаблоном для проверки своей реакции на то или иное событие является Евангелие, является проповедь церковная, евангельская проповедь. Собственно, для этого Господь и говорил о заповедях, там, десять заповедей Моисея, или заповеди блаженств, или другие какие-то установления церковные, которые Господом были переданы апостолам. Это всё те самые проверочные шаблоны, с которыми мы должны сравнивать своё внутреннее, вот это око, внутреннее мнение, внутренние впечатления и освещения разума нашего, и через это понимать, да, я вот близок к естественному свету, божественному, я близок, значит, к истине, значит, я правильно понимаю ситуацию. Или наоборот, я далёк от этого, и, значит, во мне, внутри меня око нарушено. Да, это Евангелие, да, читаем? Да. Итак, следующая фраза. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет у сердца, а другому не родить. Не может служить Богу и Мамоне». Ну, Мамона, как известно, нам радует богатство, да, деньги? Ну, это самое простое, да, богатство, но на самом деле это, можно сказать, это идол Мамона. И идолы бывают разные, есть идол золотого телеца тот самый, то есть сребролюбие, богатство, любовь к богатству, та самая Мамона. Либо этот идол может быть, ну, например, в чреве человеческом, то есть многие, ну, не многие, но есть люди, которые вот ради чревоугодия могут пожертвовать всем чем угодно. Ну, например, алкоголики, они же чрево угождают, или наркоманы, или просто те, которые любят вкусно поесть, это тоже такое поклонение своему чреву. Ну, есть и блудники, есть и другие различные, там, гневливцы, или люди, которые поклоняются идолам, в смысле религиозным, другим богам, уже богам. Да даже люди из людей, да, кумиров создают. Есть и такие, да, вот такие фанаты тех или иных групп, тех или иных людей, тех или иных, там, не знаю, организаций или с каких-то спортивных моментов. То есть и здесь опять на место Божие ставится идол, который совершенно там не должен быть. И здесь мы понимаем, что ради поклонения этому идолу человек оставляет Бога. Человек отдаляется от его установок, от его подсказок, от его евангельской проповеди, в которой в Евангелии все прописано, эти подсказки для жизни. И мы видим, как человек совершенно по-другому начинает оценивать жизнь, свою жизнь других людей в зависимости от этого идола, которого он выбрал себе на постамент, поставил, которому он поклоняется и от которого, собственно, и получает освещение внутреннее своего ока. То есть он, как говорят, через стекло или через призму этого идолопоклонства он к тому или иному событию совершенно по-другому относится, как человек верующий, нежели человек верующий, например. Господь говорит, посему, говорю, не заботясь для души вашей, что вам есть и что петь, не для тела вашего, что одеться душа, не больше ли пищи и тела одежды? Как же нам жить-то? Мы же все время планируем завтра, послезавтра. Ну, планировать в этом ничего плохого нет. И Господь в Библии говорит, что в поте лица свой ты будешь зарабатывать хлеб свой. То есть он не говорит, что вы не работаете, а вам все будет с неба падать, ну, вот как манна небесная давалась 40 лет народу израильскому в пустыне. Почему? Потому что там, ну, там в принципе негде было, так сказать, получить еду, как кроме вот чудесным образом через манну небесную. Сейчас такого нет. Сейчас каждый человек призван Господом трудиться, то есть в поте лица добывать хлеб свой. Но это не значит, что мы это должны ставить на первое место. То есть это не значит, что мы, достигнув, так сказать, изобилия еды и каких-то других мирских, может быть, необходимых, может быть, не совсем необходимых моментов жизни, мы должны успокоиться и все сказать, что мы достигли цели своей жизни. То есть мы свое, так сказать, человеческое, естественное, телесное жительство обеспечили. Все. Есть еда, есть одежда, есть где жить, есть там что пить. Вот больше мне ничего не надо. Это как раз и есть та самая ошибка, которую Господь здесь предостерегает. То есть не заботьтесь об этом, заботьтесь о том, что вечное. А это-то все временное. То есть и еда, и питье, и одежда, они нам нужны только на короткий срок жизни нашей на этой земле. А дальше это все не потребуется. И мало того, что мы здесь накопим из этого всего, сделав запасы в долларах или в рублях, или в консервных банках каких-то там тушенки, или не знаю, кто-то там макароны собирает на голодный день. То есть это все останется неизвестно кому. Человек умирает, и все это остается здесь, а он уже там. И разделяет его и его богатство вот эта линия перехода от жизни к смерти, от этого мира к миру духовному. То есть мы не должны привязываться к этому мирскому богатству, и поэтому не заботиться о нем в той степени, в какой мы сейчас об этом заботимся. Ну да, чрезмерная такая забота. Даже взять ту же одежду. Ведь одежда что такое? Это символ нашего грехопадения. Мы прикрываем наше голое тело, да, фактически. А мы пытаемся украшать тело. Ну про одежду, да, это же то, что было дано Адаму и Еве, когда они согрешили в раю, и после этого остались голыми. Если в раю у них были одежды сшиты из света, то когда они согрешили, свет божественной славы, благодати Божией от них отошел, и они остались телесно совершенно обнаженными. Вдруг увидели, да? Да, вдруг увидели свою обнаженность, и им пришлось сделать одежды из кож. Из листья смоковницы, да, они сделали. Да, и потом, с тех пор, все потомки Адама и Евы так и ходят в одеждах. То есть мы фактически на наши раны пластыри налепили и ходим. Мы повторяем, так сказать, ошибку Адама и Евы. То есть мы эти одежды, но они-то по необходимости, увидев свою наготу, сделали эти одежды. А мы эти одежды еще и хвалимся ими. Похваляемся, что вот какие они красивые, а вот не такие, как у всех. То есть вместо того, чтобы относиться к одежде как к горькой правде нашей наготы духовной, мы к ней относимся как к чему-то такому особенному, который нас якобы может поднять на какой-то уровень жизни среди людей, более высокий, чем у других. Чеславие, да? Это обычное тщеславие, это обычная гордость, которые тешутся вот этими внешними одеждами. Но повторюсь, когда человек заболевает даже, он еще не умер, он уже лежит на одре болезни, то ему уже от этих одежды ни холодно, ни горячо. То есть он лежит, прикрытый одеялком, его лечат, и ему уже не до одежд. Что они есть, что их нету, они уже ничем помочь не могут человеку. Это такие игрушки на короткий срок здравой жизни человечества. А сколько времени впустую мы тратим на них? И для вот этой игрушечной жизни мы тратим и силы, и средства, и время, и здоровье. К сожалению, вот очень грустно, но это так. И это такая общечеловеческая ошибка. А если вспомнить, что целые отрасли на этом работают, и какие-то дома мод, и какие-то там показы одежды, какие-то там кутерье и прочее, то есть кто шьют это, устраивают какие-то демонстрации. Ну это же просто удивляюсь, насколько человек может изобретать себе на пустом месте занятие. То есть это совершенно одежда, совершенно второстепенная часть жизни человека. Первостепенная часть – это то внутреннее, о котором мы сейчас говорим. Вот такая интересная деталь в фразе. Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить. Душа телесная, бестелесная, и зачем ей питьё в данном случае? Ну здесь речь идёт о душе живой. То есть живая душа, душа, которая живёт в этом мире, она не может быть без тела. И поэтому Господь так в общем оформляет свою мысль о душе человеческой, что вот пока ты живёшь здесь, не заботься ты о том, чем ты будешь жить, во что есть, что пить, во что одеться. То есть душа, она здесь подразумевается как живой человек. «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их, вы не гораздо ли лучше их». Почему вот Господь переводит, например, птиц? Ведь мог на самом деле пророков, из людей кому-то указать? Моисея, Илью, Иоанна? Ну, Соломона того же, да, или Давида, царя его отца. Ну, конечно же, если бы Господь привёл лучших из представителей рода человеческого, то тогда мы, конечно же, бы сказали, ну... Они святые, да? Чего же, надо нас сравнивать-то, да уж. Вот они достигли, а мы вот не можем. Поэтому Господь от противного идёт и показывает нам, даже не от рода человеческого примера, а от рода бессловесного примера, то есть от животных, от птиц. Если уж они живут... Пристыдить нас немножко, да? Да, если уж о них Господь заботится, то что же говорить о вас-то? Вы же высшее, так сказать, создание Божие, и уж, конечно, про вас Господь не забудет, и, конечно же, вас не оставит раздетыми, голодными и жаждущими. То есть если уж птиц Господь кормит, то тем паче вас, маловера, как говорит Господь. Да, про Соломона тоже идёт речь, да? Но говорим, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякий из них. Может, кто-то не знает, Соломон кто это? Соломон – это царь израильский, где-то тысячелетие до Рождества Христова возглавлявший государство израильское, построивший храм Соломона, так он назывался, храм Соломона, в который, собственно, Господь и пришёл проповедовать. И дворец Соломона был. И он отличался большой мудростью и большим богатством, потому что в раннем возрасте он попросил у Господа, когда Господь к нему явился и сказал, проси у меня, что хочешь, он попросил у него ума, разума, того самого внутреннего ока разумного. А Господь, кроме этого, кроме премудрости, дал ему ещё и богатство и славу. И вот это богатство, слава, премудрость, естественно, и одежды царские, и хоромы царские, и дворец царский, и всё прочее, которое присутствовало в жизни Соломона, Господь это сравнивает с лилией, с каким-то травой, и говорит, что лилия – это красивее Соломона, одета божественной премудростью и творением Божьим. Вот удивительно, но факт. То есть человек, он не может создать себе одежды более красивые, более совершенные, нежели Господь. Господь создаёт одежды для травы более совершенные, чем для человека, сам человек может создать. Ну, это, естественно, ведь Божья премудрость и Божья сила и сила творения с нашей несравнима. Да, Боже приносит, какие цветы все красивые, всё, какие краски красивые. Если, когда вот обращаешь внимание на цветы, они же без ума, без какого-либо даже особого чувства, то есть у них нет ни зрения, ни слуха, нет у них того, что есть у человека. Но удивительно, они устроены и удивительно красивы. А ещё более удивительно, какие они издают ароматы, хотя эти ароматы, они, собственно, своими корнями приобретают в земле, в навозе, можно сказать, из навоза, делая удивительный аромат, создавая. Как это вот в уме не укладывается, и как это Господь вложил в структуру этих цветов, причём у каждого цветка свой аромат, своя красота, свои формы, своё какое-то предназначение и свой срок жизни. То есть есть многолетние, есть однолетники, есть двухлетники, есть там огромное количество, есть там деревья, есть травы, кустарники. Сколько Господь премудростью сотворил разнообразий, какой огромный вот этих цветущих форм. И всё это лишь для того, чтобы украсить нашу жизнь, чтобы показать нам красоту Божьих творений и через это показать славу Бога и премудрость Бога. То есть вот мы, например, ничто такое, как вот цветок, мы не можем этого создать. У нас нет таких возможностей. Мы даже для себя одежду не можем сделать такую, как у лилии или у какого-то, у розы или орхидеи. У нас нет такой возможности. А Господь это сотворил, причём сотворил из земли, из праха. А мы в суете не замечаем этого ничего. А мы мимо проходим, да. Ну так вот посмотрим, понюхаем, порадуемся. Ну какие цветочки. Сейчас вот пионы, например, цветут. Огромные шапки благоухающие, различных цветов, оттенков и форм. Удивительно тоже. Скоро лилии зацветут. И всё это, конечно же, поражает возможностями божественной премудрости. Фраза от Господа, да. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? Почему вот локоть приведён здесь? Ну локоть – это мера длины, которая тогда была присуща всему миру. до того, пока не перешёл весь мир на метрическое измерение длины. Локоть – это вот от кончиков пальцев до локтя, соответственно, вот сантиметров 30 – это и есть локоть. И легко было измерять. Эта линейка всегда была при человеке. То есть он приложил, раз – померил. Ну и здесь вот Господь, зная, что измеряют все в локтях, вот он говорит, ну ты хоть на 30 сантиметров себе можешь прибавить росту? Нет. Как ни старайся, ты не сможешь вырасти. Ну и рост, ни лет себе продолжительность жизни. Нет, ни возраста, ни роста, ни цвета волос не можешь изменить. Нет, ну конечно, если красится, то да. Но естественный цвет волос не изменится, он только будет седым через какое-то время, и потом вообще можно и потерять даже волосы. Их уж точно не восстановишь, ну если парик только не носить. Поэтому, конечно же, Господь показывает на нашу немощь, на нашу слабость вот в этих словах своих, и говорит, ну вы, видя такую свою немощь, вы через это хотя бы уповайте на меня, на Господа, вашего Творца и Творца всей Вселенной. И если вы это будете делать, то ваша жизнь будет намного легче. Да, и Господь нас призывает, ищите же прежде Царство Божие и Правда Его. И это всё приложится. Что вот понимается под Царством Божиим? Как понимать нам, как нам искать в повседневной жизни? С одной стороны, это сложно, это тяжело, Царство Небесное, это где-то, как кажется, там где-то далеко, что-то такое непонятное, что-то сложное, трудное, это надо трудиться, это надо как-то молиться, что-то изменять свою жизнь коренным образом. То есть это где-то вдалеке, ну и точно где-то после смерти. Поэтому некоторые говорят, ну вот я на пенсию выйду и буду искать Царство Небесное. Буду ходить в храм, буду молиться, а вот до пенсии я пока этим заниматься не буду. Но на самом деле ничего ближе человеку, чем Царство Небесное, нет в этом мире, потому что сам Господь в другом месте Евангелия говорит, Царство Небесное внутри вас есть. И всякий ищущий его обретает. То есть уже есть сейчас? Оно заложено в каждом из нас при рождении. Ну как вот бутончик в любом цветке. Но пока он не вырастет, пока бутон не наберет, пока не раскроется этот бутон, мы не видим, какой цветок, какая форма, какой аромат от него. Но он заложен уже в самом естестве цветочка, этот бутончик. Вот этот бутон в каждом из нас заложен. Но распустится он или не распустится, он даст благоухание, божественную благодать или не даст благоухание. Это зависит от нашей жизни. Как этот цветок можно затоптать, можно его там полить какой-то химии. Как вот интересно, тоже дети смотришь на них и думаешь, интересно, каким он вырастет, да, ребенок? Да, я всегда вот вспоминаю детский сад, школу. Ведь в основном мы все были одинаковые в своих детских каких-то желаниях, интересах, каких-то поступках. То есть в детском саду практически все дети были одинаковые. Но чем старше становились мы, тем больше расходились наши дороги, тем больше мы отличались друг от друга, тем разными становились наши пути развития или деградации. То есть в начальной стадии мы все, в общем-то, так сказать, на... Семена. Да, все бутончики такие, не распустившиеся, одинаковые. А потом вот, к сожалению, какие-то бутончики там гусеницы съедают, какие-то там попадают под трактор, какие-то там, не знаю, химии какой-то обливаются и, собственно, высыхают, а какие-то распускаются. Как и в притчу, Господи, да, семена там упали на каменистую почву? Кто-то упал на дороге, на каменистую почву, кто-то в тернии, то есть в траву упал и не вырос, потому что трава его задавила сорняки, а кто-то на добрую почву и принес плоды. Вот так и наша жизнь каждого человека. То есть тот, кто хочет внутри себя найти Царство Небесное, тот, кто хочет, чтобы оно распустилось внутри таким цветком благодати Божией, он должен этого искать, он должен прикладывать к этому усилию, потому что Царство Небесное нудится, то есть и нужницы его обретают. То есть принуждать себя надо к поискам Царства Небесного. И тот, кто себя принуждает, силой фактически себя принуждает к этому, он силой находит в себе Царство Небесное. И это то богатство, которое уже никогда не отнимется у человека ни в этом мире, ни в другом мире. То есть можно сравнить, царство можно искать Бога, познавать Бога? Ну, конечно же, Царство Небесное, оно не может быть без Бога, и оно не может быть без законов Его, потому что невозможно пребывать в Царстве Небесном и нарушая законы Бога. Конечно же, человек такой просто туда не войдет, его не допустит. Нарушители законов божественных. Поэтому Царствие Божие, оно ищется, во-первых, конечно же, исполнением законов Божьих. То есть как только мы начинаем исполнять законы Божьи, мы уже начинаем входить в Царство Небесное. Мы себе, так сказать, паспорт приобретаем. В вечную жизнь. Да, в этот мир. Мир Божьих заповедей и мир Божьей благодати. Ну и, конечно же, если мы еще начинаем и преобразовываться внутренне, то есть от злобы к доброте, от ненависти к любви, от лени к трудолюбию, к творчеству, от каких-то похотей и прихотей к чистоте, целомудрию, вот от этого, так сказать, разлагающегося человеческого естества к обожествленному, равноангельскому естеству, если мы начинаем двигаться, то мы и этим обретаем Царство Небесное и внутри себя, и по смерти мы в него войдем также. Да, значит, ищите правду его, да, говорится здесь. И мы с вами в прошлый раз тоже заповедь блаженства говорили, как раз становились на блаженно алчей и жаждущей правды, ибо они насытятся, да, вот о правде этой. Какая правда? Ну, здесь речь, конечно, не о человеческой правде, потому что она очень короткая, то есть сейчас я так считаю, что вот эта правда через какой-то там прошло месяц, полгода, год, я уже считаю, что да нет, это я тогда ошибался, вот сейчас вот эта правда. То есть человеческая правда здесь не подразумевается, здесь подразумевается правда Божия, божественная правда, истина. Это то, что есть сам Господь. Бог так и говорит, я есть жизнь и истина и путь. И всякий человек, который обретает истину, правду Божию, он обретает и Бога, естественно, в себе, потому что они неотделимы друг от друга. Бог от истины и от правды неотделим. Соответственно, если мы берем за руку человека, то через эту руку мы и всего человека приобретаем и притягиваем. Так и Господа можно взять вот за руку правды и, держась за эту правду, быть вместе с Господом. Ну и, конечно же, эта правда в исполнении того, что Господь заповедовал нам, потому что Он говорил эту правду не случайно, не просто так апостолам, а для того, чтобы мы, руководствуясь этой правдой, мы, ставя ее во главу своей жизни, мы приобретали возможности жить с Богом. Потому что если мы будем жить вне правды, мы не сможем жить с Богом и войти в Царствие Небесное. Это невозможно. Предлагаю продолжить дальше разбирать нам заповеди блаженства, то есть заповеди счастья, как нам стать счастливым. Господь ведь нам все рассказал. Что нам искать-то, да? Кому интересно, первые заповеди 4 могут посмотреть на сайте tv41.ru, на сайте Человековского видения. Мы с вами вот пятую заповедь рассмотрим дальше. Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут. Да что есть милость, о которой Господь говорит, как условие для блаженства, для счастья? Ну, милость, я думаю, для всех понятное слово, то есть милосердие, доброта, прощение грехов и отпущение грехов, добросердечие к человеку страдающему. И это все, конечно же, нам понятно, но мы не следуем этому в нашей жизни, к сожалению. То есть мы должны, собственно, это в себе взращивать и прививать себе это усилиями, как я говорил, что принуждать себя надо к добрым делам, к поискам Царства Небесного. И если мы будем себя принуждать к милосердию по отношению к близким, по отношению к дальним, по отношению ко всем окружающим нас людям, то это милосердие удивительным образом привлечет милосердие Божие к нам самим. Сам Господь в Евангелии очень просто, ясно говорит, какой мере ты меряешь, такой мере и тебе отмириться. То есть если мы будем милосердны к окружающим нас людям, то Господь будет милосерден к нам. Это свойство Господа, да? Как в Евангелии тоже говорится, да? Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. Да, да. Мы же, исполняя заповеди Божии, мы фактически стараемся быть похожими на Него через это, на Господа самого. То есть мы таким образом становимся Его детьми. Ну, как вот ребенок, он обязательно похож на своих родителей. И это же естественное правило и здесь совершается в духовном мире. То есть если мы становимся похожими на Бога по отношению к людям, по отношению к себе, по отношению к миру, как Господь к миру относится, к людям, к нам. Вот если мы также относимся к миру, к людям и к самому себе, как Господь, то мы становимся похожими на Него и, значит, становимся Его ребенком, чадом Его. И, конечно же, Господь свое чадо не забудет и обязательно Его к себе привлечет и введет в Царство Небесное. То есть это одно из условий того, чтобы мы вошли в Царство Небесное. Поэтому будьте милосердны к себе, будьте милосердны к ближним, к окружающим вас. И это вам вернется милосердием Бога к вам. Шестая заповедь звучит. Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрец. Наверное, заповедь предел нашей любви. Видите, что может быть лучше, когда человек с Богом? Рассмотрим два понятия. Чистота, что такое, и сердце, значение. Ну, вот, да, многие говорят, ну, кто Бога видел, где Его увидишь? Так Его невозможно увидеть нечистым сердцем. Обычно такой вопрос задают люди, совершенно не размышляющие о своем нравственном жительстве, о своем каком-то моральном, моральных качествах, нравственности своей, своих делах и поступках в этом мире. Они об этом не думают. Они думают, что Бога можно вот в бинокуле видеть, взять там или телескоп какой-нибудь там, и подальше, вот так сказать, его где-то там за Луной, или за где-нибудь там Альфа-Центавра, где-нибудь подальше увидеть Бога. Нет, Бог, Он здесь рядом с нами. Он все проникает, весь наш мир, и Он всегда рядом с нами, не надо никакого телескопа или там микроскопа, то есть каких-то приборов для того, чтобы Бога увидеть. И даже в интернете такая картинка, стоит ребенок, там человек смотрит как раз в телескоп, да, говорит, я что-то Господа не вижу. Оказалось, что он как раз смотрит в Ризу Господню. Ну да, настолько Господь к нам близок, что мы Его не видим, потому что не там ищем, скажем так, и не так, как это надо. Так вот, здесь как раз поиски Бога, они и в правде Божией находятся. То есть мы ищем правды Божьи, и, конечно же, через это лишь мы можем приблизиться к Богу, но чтобы правда в нас была, должно быть чистое сердце, чистое от лжи, прежде всего. Но правда и ложь, они не уживаются никак вместе, невозможно их смешать никак. То есть либо да, либо нет. Вот остальное все, так сказать, от лукавого, как в Евангелии сказано. Поэтому если у нас правда есть, если у нас есть чистота сердца, то мы Бога увидим обязательно. Ну и чистота сердца, конечно же, это чистота духовная, это отсутствие страстей, прежде всего. Ну, самое тонкое и самое трудно, так сказать, определяемая страсть – это гордость человеческая. И с гордыней нам всем бороться, наверное, до смерти придется. А более видимые страсти – ну, это чревоугодие, то, что я говорил, это блуд, это различные там уныние, гневливость, осуждение и прочее. То есть это все то, что чистоту сердечную замутняет и встает как бы такой перепоночкой, которая закрывает от нас Бога, и мы не видим через это мутное стекло наших страстей Господа. Как только мы убираем эти страсти из сердца, сердце, оно наполняется, если чистое сердце, оно сразу наполняется Божьей благодатью, Божьим присутствием, и мы не можем не увидеть Бога тогда. Это невозможно. То есть чистое сердце, видящее Бога одновременно, то есть это неоспоримая вещь. Поэтому очищайте сердце и увидите Бога. Сердце – это наш духовный центр. Сердце – это, конечно, не только то, что, так сказать, толкает кровь по нашему телу, но это еще и центр нашей жизни, духовной жизни, центр наших чувств, духовных чувств. И то, к чему прилагается разум духовный, о котором мы уже говорили, око. То есть око должно смотреть на наше сердце, внутреннее око, духовное око на наше сердце, и очищать его по заповедям Божьим. Седьмая заповедь звучит так. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены с нами Божьими. О каком мире идет речь? Это касается мир в себе творить? Миротворцы… Первое, что приходит на ум, это то, что если кто-то поссорился друг с другом, то надо его помирить, этих наших друзей, товарищей. Или семья поссорилась, супруги, надо помирить их. Или братья, или сестры поссорились, или друзья поссорились, надо их примирить. Или государства поссорились, тоже их надо примирить. Это как бы внешнее миротворение. Но есть, конечно же, то, что вы сказали, внутреннее умиротворение своей души. То есть мир мы привносим и вовне, мир мы должны привнести вовнутрь. И человеческое естество имеет такое качество, что то, что внутри меня, то проецируется наружу. То есть если мир у меня в душе, то этот мир я привношу и наружу. Если у меня немирное состояние души, то и снаружи я также вызываю какие-то нестроения, искушения, какое-то озлобление вокруг меня, нету мирности рядом с таким человеком, который внутри себя не имеет мира. Поэтому Серафим Саровский очень просто ясно сказал, стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи. Почему? Потому что этот мирный дух внутри тебя, который ты стяжешь через благодать Божию, через труды свои, принуждение себя к этому, этот мирный дух, он будет проецироваться наружу, и вокруг тебя люди успокоятся, примирятся, умиротворятся, и также придут к Богу. Поэтому этот мир, он и внутри мы делаем, и снаружи делаем этот мир. И это то, что, собственно, от Бога исходит. Ведь сам Господь сотворил этот мир, и он его умиротворяет, и содержит без таких вот катаклизмов, которые могли бы его разрушить уже давным-давно. А что есть внутренний мир? То есть это когда человек благодарит за все, когда между его желаниями и его, то, что есть в наличии, возможностями, все это совпадает, да? То есть баланс такой. Внутренний мир – это отсутствие конфликта внутри себя. Ну, если есть даже такое понятие, как раздвоение личности, когда человек сам с собой спорит, и не может друг друга переспорить, и от этого даже не может, ну, там, даже сон теряют некоторые люди, даже такие психиатрические болезни такие есть, да, раздвоение личности, там, шизофрения и прочее. Поэтому вот конфликт внутри себя, немирность внутри себя – это как раз греховное состояние души. И наоборот, здравие, цельное мудрование, целомудрие внутреннее, и благодатность, радость, покой, в какой-то степени счастье – вот это все внутреннее присутствие мира Божьего. То есть если мы имеем мир Божий внутри себя, мы имеем все вот эти составляющие. Но кто из нас не хочет быть радостен, покоен, счастлив и умиротворен? Да, я думаю, все к этому стремятся, только не все знают правильный путь к этому. Вот те, кто знают, те могут это достичь. Те, кто пытаются этого достичь какими-то другими путями, они, конечно, ошибаются и не приобретут этого мира никогда. Но поделитесь с нами секретами, потому что ведь мир, наверное, мало у кого есть, потому что все равно наши желания, они немножко превосходят наши возможности. Ну вот здесь уже в этом вопросе уже заложен и ответ. То есть надо сразмерять наши желания, планируется нашими возможностями, да, сразмерять, то есть смиряться с теми обстоятельствами жизни, которые мы имеем здесь, сейчас. А мы с вами с Сином можем смириться? Мы должны поставить перед собой эту задачу. А Господь нам в этом поможет. Потому что, конечно же... Обязательно просить помощь. Потому что, конечно же, сам человек ничего доброго сделать не может. Ни для других, ни для себя. Мы не являемся источниками доброты, света, любви, мира. Мы всего лишь это можем приобрести от Господа. То есть открыть двери своей души для Бога и сказать, Господь, я этого хочу, дай мне это. Ну, кроме того, как себя святые изнуряют, да, и постом, и молитвами, и бдением. То есть мы должны заслужить? Но когда вот человек начинает по этому пути двигаться, он видит те моменты, которые ему мешают впустить в себя Господа. Ну, например, телесные какие-то страсти. Тогда он начинает эти телесные страсти себя так же смирять, чем? Трудами, постом, молитвой к Богу и прочими деланиями, которые направлены на смирение своей плоти, своих чувств, своих каких-то эмоций. То есть всё, что мешает нам впустить в себя Господа, мы должны смирять трудами, молитвами, постом. И тогда вот эти, так сказать, синергизм, то есть одновременные действия человека и Бога приводят вот к этому миру внутреннему, получению его. А как нам мешает то, что мы захотим, например, на ночь наесться? Или сейчас пост? Ну, подумаешь, там, съем чего-нибудь непостного. Ну, может и такое быть, конечно, у каждого свои искушения, но дело в том, что здесь мы всегда ведь имеем возможность подумать, что я от этого приобрету. Ну, да, я сейчас наемся. Вот наемся, ну, да, буду спать с полным пузом, так сказать, и достаточно тяжело буду дышать, наверное, если сильно наемся во сне. Но... То есть уже и молитва не пойдёт? Нет, молитва уже будет точно не, так сказать, рассеянная и не целостная. То есть ты будешь думать о том, ой, что-то я объелся, вместо того, чтобы, что же хочет Господь от меня, и как бы исполнить его заповеди. Но всё это приобретается опытным путём. То есть человек, когда начинает, встаёт на этот путь, когда начинает с собой бороться, он ставит перед собой достаточно какие-то, ну, приемлемые и достижимые для себя цели. И он этих целей старается достичь. Ну, в том числе, допустим, ну, я вот не буду, я есть на ночь и всё. И один раз получится, другой раз не получится. И как святая цель, говорят, что блуд, он непосредственно связан с объедением человека. А все страсти, они связаны как цепочка такая, вот из звеньев состоящие. Заодно звено взял, и эти звенья друг за друга потянулись. То есть в чём ты себе сделал? По слабочку, да, ослабление? Ну, вибролюбие – это чревоугодие, чревоугодие – это блуд. Блуд – это ленность, сытость и прочие какие-то расслабленности. А через это уже там и тщеславие, и гордость тут же приплетаются, что вот у меня всё есть, вот я такой насыщенный и достигший всего. То есть они неразделимы, эти грехи, потому что из одного корня исходит, это как бы древо с многими веточками. Корень – гордость и безбожие. – У нас осталось всего две минутки, я быстро назову восьмую и девятую заповедь, да? Они о мученичестве, наверное, да? То есть блаженны изгнаны за правду, ибо их есть Царство Небесное. И блаженны, когда будут поносить вас, игнать и всячески неправильно засовить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. – Да, те, кто страдают за свои грехи, например, в тюрьме сидят за воровство, это не мученики и не страдальцы, они получили по заслугам. Лишь те, кто пострадали за правду, вот это и являются мучениками. А если те, кто пострадал за имя Христова, то есть это вдвойне мученики, они и за правду пострадали, и за проповедь Христа Спасителя, да? Вот это вдвойне венец больший. Конечно же, это дано только избранникам, и, конечно же, это только с Божьей помощью возможно понести такое вот блаженство. – У нас совсем мало времени, у нас завершается сегодня выпуск, завершается наш очередной телевизионный сезон. Вот вам заключительное слово ко всем нам. – Ну, на летний период раньше в школах давали задания, там, чтение литературы. Вот я всем желаю прочитать Евангелие, прочитать, может быть, Псалтырь, может быть, прочитать Жития святых за этот летний период и прийти к новому сезону нашему телевизионному уже с какими-то вопросами, с начитанными и осознанными, ну и, конечно же, с благодатью Божией, помощи Божией вам. – Да, и мы в этом году с вами столько много прочитали Евангелие, поэтому, кому интересно, заходите на сайт tv41.ru, на сайт «Щелокское дивидение», там все наши передачи в разделе «Диалог о православии». Так же смотрите, благодарим вас, от имени, что вы к нам приезжали. – Спасибо, Господи. – Да, с Богом, увидимся осенью здесь, в этой студии. – До встречи, до свидания. – На сегодня все, до свидания. – Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок